Приветствую вас. Я буду читать ваш текст и буду давать комментарии по тексту. Значит, мы с парнем вместе 4 года в ничтнапе, просто встречаемся, все было хорошо. Ну, здесь к вам сразу у меня вопрос возникает. Если вы с парнем вместе 4 года, то есть как бы там срок достаточно большой, 4 года. Почему до сих пор вы не поженились? Что помешало вам создать семью? Может быть, какие-то сомнения, может быть, какие-то проблемы у вас все-таки имели место быть. Понимаете? Потому что подозрительно немного, что столько времени вы вместе, да, уже, а ничего не происходит. Ну, между вами ничего не происходит. Не происходит семьи, да, не происходит, ну, дальнейшего сближения по какой-то причине. И думается мне, что причины у этого есть. Есть у этого причины. Сложно, конечно, сложно сказать, что это за причина. Вот так вот, ну, вот так, сходу, сложно сказать. Но то, что они есть, я думаю, это однозначно. Это факт, что они есть. Только, возможно, вы себе не признаетесь в этом. Либо пытаетесь делать вид, что их нет, либо пытаетесь убедить себя в том, что, ну вот, то, что происходит, это нормально. Вот опять же, я вас не убеждаю ни в чем, не говорю, что вы не правы там и так далее. Просто хочу, чтобы вы отдавали себе отсчет именно в том, что если мужчина, ну вот, за такое время, за такой срок не сделал вам предложение, до сих пор, что это говорит о нем определенным образом. И далеко, к сожалению, не самым лучшим. Ну, просто потому, что, ну, не хочет он, получается, создавать с вами семью. Да. А это ведь проблема. Ну, по крайней мере, для вас. И, соответственно, с этим и нужно разбираться. Для начала. Для начала. Именно для начала. Дальше. Вы пишите, что все было хорошо. Ну, возможно. Только что вы вкладываете в это понятие, что все хорошо? Дальше. Последние недели три, как будто внутри меня что-то изменилось. Случилось это после большой ссоры. Он сильно слился и кричал. Ну, смотрите. Здесь момент такой. Значит, во-первых, надо, как следует, сперва понять, почему он вообще влился и кричал, то есть из-за чего была ссора. Собственно говоря, что ее породило, да, из-за чего вы поссорились, собственно, ну и так далее. Да, то есть это вот такой довольно важный момент, если мы с вами пытаемся разобрать именно природу отношений между вами. Да, то есть здесь нужно все-таки вот, ну, немного конкретики, да, побольше конкретики, значит, чтобы все-таки как-то понимать, что между вами вообще происходит. То есть была ссора между вами. Понятно. Ну, как бы, ссориться-то, в принципе, все. В самой по себе ссоре нет, нет ничего плохого, нет ничего аномального, странного и так далее. В самой по себе ссоре. Вот. Вопрос в том, как вы на эту ссору реагировали. Знаете, какой момент здесь важный? Вот вы, например, вы, например, на эту ссору отреагировали достаточно негативно. И возникает вопрос. Почему? Значит, скорее всего, скорее всего, проблемы определенного рода между вами уже были. И раньше. Ну, вот, как это видится мне, да? Какие там? То есть какая-то неудовлетворенность была. Вот. С чем эта неудовлетворенность, вообще говоря, свята? То есть почему она возникает вообще у вас, эта неудовлетворенность? Значит, смотрите, неудовлетворенность возникает, как правило, потому, что вы себя сами ограничиваете. Вы себе сами запрещаете быть счастливыми. Вы сами себе уже давно запретили как-то вот быть, ну, естественными, что ли, можно так сказать, быть естественными с этим молодым человеком. Почему? Почему? Вопрос, да? Ну, ответ на этот вопрос, конечно, знаете вы, но я думаю, что причина по большому счету в том, что вы уже ощущаете себя своего рода обязанной, ощущаете себя обязанной быть с ним. Ну, потому что он хороший, возможно, там есть элемент привычки какой-то. Вот. Возможно, есть что-то еще, о чем вы здесь, ну, не говорите, не рассказываете, да, нам. Вот. И так далее. Но, в любом случае, у этого есть причины, и причины довольно серьезные. Вот. То есть, еще раз, просто так ничего не бывает. То есть, если что-то произошло, вот у вас произошла ссора, значит, ну, скорее всего, негатив копился. Копился негатив довольно долго, продолжительное количество времени, видимо, раз мужчина много кричал, как вы говорите. Вот. И, собственно, это, опять же, в свою очередь, свидетельствует о том, что вы, ну, можно сказать так, вы не приучены, не умеете разговаривать друг с другом. Вы не говорите друг с другом о том, что вообще с вами происходит, какие у вас проблемы и так далее. Ну, не разговариваете вы друг с другом. Вот. Плохо это? Ну, да. Плохо. Можно этому научиться? Да, научиться можно, безусловно, даже нужно учиться, ну, потому что без этого будет, в общем-то, тяжко достаточно. Вот. Но это определённая работа над собой, и вопрос в том, заходите ли вы эту работу над собой проводить. Да? Это вот, значит, ну, вот, по тому, что вы написали, да, можно сделать такой вывод. Далее, значит, потом мы помирились, и всё было нормально. Ну, опять у вас вот это вот общее слово какое-то, да, то есть, нормально, хорошо, вот, то есть, такие какие-то обтекаемые достаточно слова. Вот. Я так полагаю, что вы довольно нечасто рассказываете о своих чувствах, нечасто говорите о том, что вас волнует, и, в общем, нечасто делитесь с людьми своими, ну, переживаниями. Да, вот, ну, относительно своих проблем каких-то, вот. То есть, это чувствуется, то есть, вы скрываете, вы предпочитаете скрываться. Вот. Всё было нормально, пишите. Вы, ну да, всё было нормально, только потом вы чувствуете, что вас перегорел. Вы понимаете, как произошло, вы себя, значит, обманывали всё это время, убеждая, что всё в порядке, всё здорово. После сорок вы увидели, как есть на самом деле, и теперь вы переживаете именно то, что называется новым восприятием человека. То есть, человек показал себя, ну, с другой стороны, человек проявил себя так, как вам не понравилось, так, как вы, ну, может быть, не ожидали, я не знаю. Вот. И теперь он вас раздражает, потому что вы-то ждёте от него, что он будет вести себя, ну, как минимум так же, как раньше, а он себя ведёт, ну, может быть, и так же, как он ведёт себя, может быть, так. Но проблема в том, что вы уже знаете, как он может себя вести. Вот. И воспринимать его так, как раньше, вы уже не можете. А принимать его, ну, принять его таким, какой он есть, вы тоже не в силах. Вот. И особо раздражение. То есть, вы не видите для себя пока способов что-либо поменять, вы не видите для себя способов пока что-либо изменить, вот. Но, как бы, вы видите только обязанность быть мужчиной, кстати. Вот. Ну, когда-то это было желанием, а теперь это уже больше похоже на обязанность. Дальше. Дальше. Идём. Значит, самое главное, я как будто остыла, не чувствую так, как раньше. Ну, правильно, потому что раньше чувствовали, как бы, в основном, идеализируя. Вы идеализировали человека. Вот. И отказывались, скорее всего, видеть его именно вот таким, какой он есть. Но вы отказывались от этого делать, вы его не видели. И когда он, наконец-то, проявил себя, так сказать, во всей красе, вам это не понравилось. И это разрушило ваш идеал, в котором вы жили, ну, до сих пор. Вот. Дальше. Значит, постоянно хочется с ним плакать. Ну, то, что вам хочется с ним плакать, значит, объясняется тем, тем фактом, что вы именно с ним, именно вот с этим мужчиной, да, испытали, ну, скажем так, довольно серьезное потрясение, да. То есть, это была вот ссора, которая, может быть, у вас, ну, была не принята, да, и так далее. Вот. Ссора была. И у вас закрепилась негативная ассоциация из-за того, что обида, обида на мужчину, обида на обстоятельства в целом, не была отреагирована должным образом. То есть, говоря грубо, на что я обиделась, что мне не понравилось, что я считаю для себя, там, например, ну, неприемлемым. Какое поведение, какую модель поведения, я считаю для себя неприемлемым и почему, да. Вот. И из-за этого у вас и остались все самые обиды, вот, о которых можно говорить. И, соответственно, теперь, теперь, вы каждый раз, сталкиваясь с мужчиной, вот, каждый раз, например, там, ну, встречаясь с ним или что-то в этом роде, у вас возникает ассоциация. Представить вам хочется именно из-за того, что есть невыраженный негатив. То есть, есть негатив, который вы не выразили. Вот. То есть, ну, не поменялось, не изменилось никак, ситуация не стала другой. Вот. И вам это, естественно, неприятно, потому что вы-то хотели бы, чтобы ситуация поменялась. Вам-то хотелось бы, чтобы было как-то по-другому. Вот. Ну, и потом надо сказать, что любая женщина на какие-то вот такие ссоры, слова мужчины, да, реагирует куда более, куда более болезненнее, чем мужчина, да. То есть, мужчина сказал и забыл, а женщина, она об этом думает, она об этом переживает. Вот. И, собственно, ей это, в общем, тяжело дается в плане переживаний. Вот. И это тоже нагладывает свой отпечаток на, значит, то, что вы чувствуете. Вот. Подумайте, вот, из-за чего вам хочется плакать вообще? Там, не знаю, может быть, как-то, ну, кровав свои качать, да, и так далее. То есть, что заставлять вам что-то делать? А ведь вы, вы ведь знаете это, да, вы можете это как-то, ну, отследить свои эмоции, отследить свои чувства. Ну, в данном случае. Вот. Я не думаю, что это сложно будет. То есть, тут нужно просто посмотреть немножко внимательнее на себя, на свои переживания, и вам многие вещи сразу станут понятными. Вот. Дальше. Хочется впечатлений чего-то нового, веселого, но я не хочу с ним расставаться. Ну, вот здесь тоже такой момент, значит, вы говорите, что я хочу чего-то нового и веселого. Ну, в принципе, ваше желание, да, но какое у вас желание? Вот сами подумайте. Какое? Ну, нормальное желание, правильно? Ничего такого сверхъестественного вы не хотите. Вот. Обычное человеческое желание, чего-то нового и веселого. Значит, соответственно, вопрос к вам. А если вы хотите чего-то нового и веселого, то, во-первых, какая связь между этим и молодым человеком? Ну, вообще, вот просто, как фракт, как фракт, какой для начала. Это первое. И, собственно, второе. Второе. Что вам не дает, кто или что вам не дает, значит, получать что-то новое и веселое самостоятельно? Ну, то есть, индивидуальным образом. Вот. Почему вы не можете делать это, как бы, ну, обособленно от мужчин? Это второй вопрос. И вопрос третий. Почему вы ставите в своего рода связь, своего рода зависимость, да? То, что вам обязательно нужно быть, значит, веселый, вам обязательно нужно быть какой-то радостный, да? Нам обязательно нужно быть интересной, вот, но только, значит, не с этим мужчиной. То есть, вы постоянно находитесь, как бы, в каком противоречии, да? То либо вы с этим человеком, либо вы, значит, ну, не получаете ничего веселого для себя. Откуда такое ограничение взялось? Можно только гадать, потому что, ну, на самом деле это ненормально. То, о чем то, что вы вот как бы транслируете нам, вот, так быть вообще не должно, вот. В норме происходит немножко по-другому. В норме люди, они, как правило, становятся друг другом только счастливее, вот. Но у вас почему-то, у вас почему-то складывается совсем, ну, совсем, совсем, совсем иначе. Вот, соответственно, либо у нас здесь есть негативные установки, вот, либо у нас есть родительский сценарий. То есть, такой вот негативный родительский сценарий, когда, значит, для того, чтобы быть счастливой вам, как бы, как бы, если вы хотите быть счастливой, да? То вам обязательно нужно быть несчастливой для этого. То есть, получается, такое, своего рода, самопожертвование, самопожертвование ради какого-то вот счастья. И данную модель, данную модель поведения вы, скорее всего, ну, где-то у кого-то посмотрели. Вряд ли может быть тут по-другому. Ситуация вряд ли здесь может быть как-то иначе складывается вопрос. Вот, поэтому об этом я тоже рекомендую вам подумать как следует, потому что это важно. Вопрос, наверное, он звучит так. Почему вы не можете быть счастливой, да? Спешим. Почему обязательно нужно жертвовать, как бы, ну, собой, своим счастьем? Ради того, чтобы быть с ним. И вообще, нужно ли тогда такое счастье с мужчиной, если вы сами при этом не свободны совершенно, да? Вот. Дальше. Дальше. Понимаешь, что он хороший, и что все равно чувства остались. Так, ну, здесь вот вообще не ясно. То есть, человек может быть сколько угодно хорошим, ну, для вас сколько угодно он может быть хорошим. Вот. Но он либо подходит вам, либо его восприятие мира вам соответствует, ну, соответствует ваш, либо нет. И здесь нет, нет здесь таких понятий, как хороший человек или, там, плохой человек. Это вообще, ну, неприменимо. К данному типу отношений. Понимаете? Совершенно неприменимо. И у меня к вам только вопрос, как и почему вы увязываете это вместе, ну, воедино. Как бы, зачем вы это делаете? Вот. Вы говорите, все равно остались чувства. А что это за чувства? Не подскажете мне? Ну, может быть, это привычка какая-нибудь. Может быть, это потребность в мужчине, например. Либо это, может быть, что-то, ну, еще. То есть, какого рода чувства это у вас именно. Понимаете? Пока не очень понятно. Именно вот исходя из того, что вы написали. Пока не очень понятно. Понимаете? Вот. Дальше. Возможно, это гормональные сбои какие-то, или апатия, депрессия, или что-то такое. Ну, у вас предположения, конечно, знаете, разнятся достаточно сильно. Именно предположения. То есть, как бы, если это действительно что-то гормональное, да, если это действительно гормональный сбой какой-то, то для этого, ну, как минимум, нужны причины. То есть, это не происходит просто вот так вот внезапно. Тут надо, что, к врачу обращаться, да, смотреть, чтобы врач вас обследовал, чтобы врач вас как-то, ну, смотрел, чтобы вы увидели, что с вами, есть ли у вас какие-то проблемы, нет ли у вас проблем и так далее. Понимаете? Да, вот. Значит, а далее. Если это апатия, то у апатии тоже есть причина. Как правило, как правило, именно апатия, именно апатия, возникает тогда, когда на человека оказывает. А вот влияние, и довольно существенное влияние, различные, различные мотивы, в том числе мотивы, которые человеку не принадлежат, то есть не его мотивы. Депрессия. Депрессия. Ну, опять же, понимаете, как бы сказать, что у вас депрессия, сказать, можно. Можно сказать, что у вас депрессия, да. Но что будет дальше, если это сказать, для меня остается загадкой. То есть, ну, вот мы, допустим, говорим, мы говорим, что у вас депрессия, и если у вас депрессия, то ее нужно лечить, депрессию нужно диагностировать, депрессией нужно заниматься. Ну, как минимум. Вот. Потому что депрессия, это довольно серьезное такое заболевание. Ну, вот, ну, психическое заболевание, да, которое диагностируется врачом, психотерапевтом, и которое, соответственно, лечится тоже им. Пока я могу сказать, что депрессия, это вот с точки зрения, например, тландактного анализа, депрессия, это подавление своих желаний. То есть, очень сильно гипертрофированное чувство надо. То есть, вот, надо, это прямо вообще то, что вы себе постоянно, постоянно говорите. То есть, вы оказываетесь погребенные под вот этим вот надо. Вам постоянно, постоянно что-то надо, постоянно нужно что-то делать, постоянно кто-то что-то от вас чего-то ждет. Вот. И вы просто понимаете, что вы, ну, не можете, не можете вы всем угодить. Это невозможно. И, естественно, вот по этой причине вы и, как бы, теряетесь просто на поле. Ну, это нормально. Это нормальная реакция, нормальное поведение и, в общем, абсолютно нормальная позиция. То есть, было бы, было бы странно, если бы у вас было как-то по-другому. На самом деле. Вот. То есть, тут нужно, опять же, тут нужно просто смотреть. Смотреть на то, чего вы хотите, смотреть на то, что вы подавляете себе, например. И почему вы подавляете себе, что заставляет подавлять. Вот. Далее, значит, ну и для депрессии должны быть основаны. Вот. Значит, допустим, не знаю, как быть. Ну, во-первых, будьте честны с собой. То есть, сами с собой, представьте, чтобы быть честны. Это первый момент. То есть, вот сами для себя попробуйте решить, чего я вообще хочу. и где я сейчас нахожусь. Вот. Чего я хочу и для чего мне это нужно. Вот. Как бы. И что мешает мне это, там, например, получить. Ну, допустим. Допустим. Вот. Подумайте, что мешает вам быть, например, честны со своим мужчиной. Да. Подумайте, из-за чего у вас конфликт произошел. Да. То есть, что служило причиной для конфликта. Вот. Какая вот, какая неудовлетворенность есть у него, например, да, у вашего молодого человека и у вас. Вот. Ну и, обдумайте, вот, все то, что я вам уже говорил, все то, что я вам уже сказал, на эти темы тоже вам можно будет подумать и вот уже исходя из того, к чему вы придете, какие мысли у вас будут возникать, исходя из того, что вы будете думать. Можно будет говорить о том, что вам, собственно, можно будет делать дальше. Вот. Что вам нужно будет порекомендовать. Ну, вообще, понятно, что вы уже так не первый год живете и, как бы, вас, наверное, все устраивает, но по большому счету. Вот. Правда, сейчас этот привычный алгоритм поведения дал небольшой сбой. И из-за этого вам кажется, что как-то все, ну, не так, да, как вы хотели бы. Вот. И вопрос в том, застримите ли вы то, что с вами произошло как стимул к тому, чтобы что-то менять или как такое, знаете, временное помешательство, да, временный такой кризис, который обязательно пройдет, который обязательно утихнет, и вы будете жить дальше так же, как и жили. Вот. Вопрос вы не задаете, но то, что ваши ценности, ваши установки, и ваша модель поведения дает сбой, это очевидно. Вот. Ну и, как мне видится, это вопрос личной ответственности, в первую очередь, вашей. Именно ответственности вашей. То есть то, что вы, вы и только вы несете ответственность за себя и за свою жизнь. Как бы никто больше. Только вы несете. До тех пор, пока вы этого не поймете и не придете к этому выводу. Вот. Ну, я помогаю, у вас будут такие проблемы. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Приятного аппетита! Подпишите в следующем видео! 里стаec Seven Chủ H 、 в описании. Б respite!